Добрый день, дорогие друзья! Тема небольшого видеорассуждения Плач И поводом для этого видео послужило то, что рядом с моим домом находится детский сад и часто я слышал, как дети просят, чтобы их не отводили в детский сад и эти просьбы сопровождаются плачем Не все дети, слава Богу, плачут когда идет в детский сад но тем не менее, каждый рождающийся ребенок плачет, проявляя определенные сигналы заставляя подумать родителей о том что этому ребенку необходима пища что этот ребенок испытывает боль может быть усталость, жажду и этим плачем ребенок обращает на себя внимание Сам плач это мимика, это звуки, это слезы это действие человека, испытывающего страдания, горе, беспомощность И в той или иной степени каждый человек в своей жизни испытывает плач И во многих народах запрещено плакать Плач считается проявлением слабости особенно это относится при воспитании мужчин и тем не менее, в религии, допустим, в христианстве сказано, что блаженны плачущие ибо они утешатся в Евангелии от Матвея 5 глава 4 стихом и это слова принадлежат Иисусу Христу Нужно ли запрещать плакать? Может ли плач привести к плаксивости? Чреваты ли частые нервные срывы, сопровождаемые плачем и могут ли они привести к истерии? Это темы для отдельных рассуждений Но скорбь и плач Плач по утрате Это естественное явление для каждого человека Хотел бы привести несколько стихов из Библии на тему плач Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь Евангелие от Луки 6 глава 21 стихом Апостол Павел Кремлином в 12 главе 15 стихом пишет Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими В Псалме 125 С 5 по 6 стих Стоят следующие слова Сеящие со слезами Будут пожинать с радостью С плачем несущие семена Возвратиться с радостью Неся снопы свои Плач тема для рассуждений И, конечно же, каждый родитель Хотел бы, чтобы его дети как можно реже плакали А как можно чаще радовались в жизни Думаю, не ошибусь, если скажу, что и Бог ожидает от нас Того, чтобы мы жили, утешаясь его ободрениями, назиданиями, утешениями И он хотел бы, чтобы мы радовались жизни И радовались естественным образом, а не каким-то искусственным И поэтому, рассуждая на тему плач Надо подходить к этому очень-очень широко Рассуждая на все темы, которые и явления могут привести человека к страданиям К горю, к беспомощности Которая влечет за собой плач человека Желаю вам Божьей милости и благодати До свидания